сегодня 7 октября и мы отправляемся на канары долго конечно я простоял в мармарисе сейчас вот в мармарисе находимся последние несколько месяцев почти 5 простоял на якоре приятное место конечно но наступает зима и пора уходить всегда так происходит что когда-то надо отрывать корешки и многие из вас знают это довольно сложно иногда дернуть корешок это сделать надо поедем и мы коротко о маршруте расскажу вывел карту сейчас мы находимся в мармарисе вышли несколько часов назад буквально полтора часа у нас пишется трек 8 миль мы прошли и планы у нас такие то есть мы идем на канарские острова и первой точкой у нас будет остановка это мальта поскольку это перегон лодки мы не идем не через грецию то есть грецию проходим транзитом задача быстро максимум перегнать лодку первая остановка у нас будет мальта до нее порядка 700 миль это все средиземное море видите италия тут испания зависимости от того как нам позволит ветер если все будет хорошо то следующая остановка у нас будет гибралтар заправимся там топливом топливо там дешево и вот смотрите то есть еще до канар расстояние этого 3 наш шаг канарские острова и конечно несколько слов о лодке потому что наверняка всем интересно на чем мы идем это катамаран французской верфи фонтен пежо модель отена 38 катамаран 38 футов это 11 с небольшим метров длина и 6 с небольшим метров ширина на борту у нас сейчас стационарный бак топлива 200 литров еще 100 литров топлива вы видите канистрах то есть всего 300 литров топлива воды у нас с собой технической порядка 450 500 литров это два бака нас установлен опреснитель который делает и техническую и питьевую воду у нас есть аварийный запас питьевой воды а так мы как бы делаем всю воду опреснителем и техническую питьевую лодка полностью автономно оборудована солнечными панелями это солнечные панели семь штук по 330 ватт то есть больше двух киловатт солнечные контроллеры инвертор 3000 вольт ампер литиевые батареи 400 ампер час ну и все что необходимо стиральная машина и так далее три холодильника один из которых морозилка лодка автономная и полностью оборудована для таких переходов вообще круизные плавания не для всех и об этом многие наверное не подозревают до того как не попробую здесь что интересно наверное самое важное качество для того чтобы вам понравилось круизное плавание вот такое неспешно это чтобы вы умели ничего не делать вот просто ничего не делать может быть каждый из вас скажет сразу же автоматически быстро что да мы все умеем ничего не делать пожалуйста вон араб на работу не пошел и уже ничего не делаешь но на самом деле тут все сложнее в нашей обычной жизни нас голова занята какой-то суетой постоянно и даже если мы ничего не делаем то есть не пошли на работу то все равно образуется каких-то дел полно связанных с организацией быта детей с организацией своего быта сервиса этой жизни что-нибудь с машины случилось надо поехать то есть мы вот не сидим просто так на месте а ведь я по многим даже своим знакомым знаю что это не просто и когда идешь и человек через три часа вот он уже думать когда когда дойти потому что ты дошел и дальше началась опять суета какая-то суета на новом месте организация там нужно прийти опять сходить в магазин закупиться мы настолько вот в этом колесике вращаемся что когда попадаем в такие условия когда идти довольно давно далеко нам примерно идти до канар 3-4 недели посмотрим как пойдет но представляете то есть 3-4 недели мы но как бы особо ничего не делаем до чтобы понимали скорость парусной лодки если кто-то не знает может составлять и два и три узла но в среднем может быть 55 узлов это чуть меньше десяти километров в час мы с такой скоростью и не движемся нашей жизни отвыкли уже то есть мы либо ходим либо уже ездить быстро передвигаемся мы никуда не спешим то есть сейчас мы идем ветра мало идем на одном моторе мало того что ветром мало еще и ветер нам в морду как известно парусные лодки не ходят когда ветер в морду то есть они ходят в этот момент галсами то есть вот такими зигзагами по простому да это все увеличивает расстояние значительно поэтому мы идем на одном моторе для экономии топлива идем там три с половиной четыре узла то есть чтобы понимали это меньше 8 километров в час и понятно что быстро в новое место не придешь до 700 миль быстро не придешь неделю от нам идти допустим до первого места где мы можем просто зайти заправиться и пойти дальше на мальту в данном случае в нашем принайтованы велосипеды две штуки велосипеды всегда со мной это очень полезная вещь второй велосипед тоже иметь парочку велосипедов на семью потому что в любом месте можно их распаковать куда-то поездить покататься быть более независимым пока суть до дела у нас время подошло к обеду и обед никто не отменял все идет по расписанию помидорок нарежем обязательно у нас тут есть индукционная плитка что очень удобно всем советую если конечно нет проблем с электричеством газ как запасной духовка электрический чайник мы другие блага цивилизации и вот у нас был замороженный супчик куриный в морозилочке порционное мы прямо его достали разморозили и сейчас поедим что вот и уходим мы из турции только недавно пару недель назад из той же греции вернулся подготовился как раз сейчас снимем один флажок повесим другой вообще горы конечно монументальные сооружения природы всегда смотрю на их форму как и многие наверное уходил в море красота конечно сегодня большой шанс увидеть закат конечно остров тут не закроет нам вот в греции очень много гор которые похожи на это ящеров то есть развалившихся больших с тушкой с клювом интересно как будто сейчас проходим одно из них голова у нее клюв шея дальше потихоньку начинает расти вот это все шея динозавра дальше вот утолщение и конце хвост очень много таких гор проходим сими ветра нет мало ночи должно раздуть тридцатку подальше во всяком случае об этом нам говорит пока прогноз а там посмотрим посмотрим идем мы вдвоем в этот раз и москит сейчас делили пахты по четыре часа думаю там посмотрим если будет посмотрим если будет неудобно а вот наш первый закат прямо очень красиво или я давно уже не был море здорово конечно ну что ждем зеленый луч нет да не было я вот не видел ни разу ночь ступила моя вахта как всегда в первую ночь дует или просто отвыкаешь от этого перед этим пытался поспать пока дима был на вахте четыре часа но у меня не получилось звуки лодку кидает организм не привык еще и радар там аларм срабатывал несколько раз короче говоря пытался провалиться в сон но ничего не удалось получается первую ночь поспать не удастся вот у нас такая полуна хорошо что полнолуние идем мимо островов греческих маленьких сожалению наверное освещенное место луной единственное что получится поснимать очень темно ну или падает панель приборов которую тоже покажу дима пошел спать за рифились чего у нас тут вот так вот проходим мимо островов ветерок многие люди интересуются как люди ходят в одиночку вот так и ходят ставят якорный аларм вот предположим вот здесь мы очертили зону радара трехмильная кстати говоря видно да то есть вот пятнышко слева кораблик там идет и когда кто-то входит в зону эту трехмильную срабатывает сирену сирену это означает любое любое любой его из который там от 12 вольт работает и способен пищать ну я например установил от сигналки автомобиля такой небольшой динамик сейчас будет где-то 20 с небольшим до 25 на порывах чуть раньше было чуть побольше к сожалению ничего тут не видно а паруса разогнались просто побыстрее идем дальше вахта только началась отпахал свою первую ночную вахту четырехчасовую даже побольше получилось зашторенный какой прохладненько то есть капюшоне уховые куртки пока не хочется одевать какую-то штормом хотя один раз обкатила впереди прямо с носа кота прямо через через рубку так внешне эгейское море бывает такое непредсказуемо здесь мы прогноз видели смотрели получается что это вот вообще отсутствие ветра но 10 узлов в морду когда идешь на моторе до тридцатки плюс почти в галфинг вот такое дежурство всем пока я спать за сутки мы прошли 104 мили средняя скорость 44 узла из них мы 12 часов моторили ночью было двадцать пять-тридцать среднем 25 ну пока утром продолжает дуть примерно так же до 25 пока и пока мы идем в том направлении удается идти четко по генеральному курсу вечер у должно пауктикнуть маленько начинается новый день что не меняется что не меняется 27 узлов дует выпильного ветра сейчас едем дальше надо кофейку попить ну и позавтракать как-то потери у нас сегодня пришел сюда ночь у нас нещадно колотила открыл ящик якорный мне надо трубку взять из лодки воды откачать смотрю якорь то нету в таком состоянии было закручено я помню и еще зафиксировано на пластиковую стяжку ну колотила конечно нас носом изрядно то есть видимо стяжка порвалась а пин открутился что что есть вот платить за опыт якорь был отличный 33 килограмма рокна ценой 800 долларов жалко конечно но есть второй ряд якорь будет мне уроком следующий раз фиксить на три стяжки все видите как просто все вибрация и тут я уверен сейчас надо все проверить половина лодки раскрутилась сейчас как раз в тени острова вот ветер кончился да тут вот дальше мы пойдем снова будет двадцатка пока ветра нет хочу откачать лодку набралось много воды а пробку то я забыл выткнуть ну и пробка бы я не знаю спасла или нет вон пробка посередине а вода там надо откачать воду так вот так вот идем дальше 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 помимо идем дальше возьми так естественно идем дальше Казалось бы, например, две или три недели в пути практически ничем не занят Время должно тянуться медленно-медленно Особенно, если вы его подгоняете, например, хочется добраться до конечной точки Хотите быстрее добраться Но, как ни странно, время тут проходит довольно быстро То есть вне листается Почему? Потому что мало реперных точек, за которые зацепляется наш мозг, отмечает нашу память Утром встали, позавтракали быстро Как правило, завтраки все такие быстрые на скорую руку Сели, отбахтовали, дальше пошли доспали, если нужно Немножко посмотрели, море одинаковое весь день, да, мало что меняется Потом пришел обед Потом снова вахта Потом Ужин, закат Вот такие основные точки Потом посмотрели на луну, снова пошли спать Потом снова отбахтовали пару раз За ночь Вот и все, и пришел новый день, рассвет Буквально точек-то немного совсем За которые есть цепица, а все остальное одинаковое И поэтому это все листается Чем больше разнообразия, как говорится, за день, тем медленнее течет время Поэтому ожидаю, что вы поедете, например, в круиз на месяц такой Или в переход, пойдете через океан, например, на три недели И это все будет длиться долго Нет, это все быстро пролетит Ровно 18 раз моргнете глазами И уже приедете Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова